Районный праздник «Урожай-2018» отметили работники сельскохозяйственной отрасли нашего района. В городском Доме культуры собрались делегации из сельских поселений, представители аграрных предприятий, передовики, показавшие высокие производственные результаты при уборке урожая риса, зерновых и зернобобовых культур, животноводы, работники всех подразделений обширного агропромышленного комплекса Славянского района, а также представители Краевого министерства сельского хозяйства, краевые коллеги из других ведомств. Подробности самого большого праздника аграриев в нашем материале. Погода в этом году аграриев любит. Ноябрьский день, выбранный для праздника «Урожай-2018», был на удивление солнечным и мягким. Перед городским Домом культуры для создания атмосферы выступали творческие коллективы района. Была установлена интересная фотозона. Праздник нашего труда, нашего благополучия, что мы вырастили хлеб такой, засуха такая была, а мы все-таки вырастили его. Синеговскому Роману Ивановичу большое человеческое спасибо, что дает нам возможность, чтобы мы отдохнули от всего. Потому что вы знаете, что мы работаем без выходных, без всего вот этого. У нас нету встал всем и пришел всем. Пока горячко, а потом уже чуть-чуть расслабляемся. Последний колос уложен в краевой каравай. Теперь у агравиев наступает менее интенсивный период – подготовка к новой битве за урожай. Потому у них есть время отдохнуть, пообщаться и дать оценку ушедшему сельхоз году. Погода прошедшего лета будет записана в историю не только метеорологов, но и работников сельского хозяйства. Такого сухого и жаркого лета никто вспомнить не может. Зато для основной зерновой культуры Славянского района, риса, такие природные аномалии позволили открыть потенциал. Мы поднялись по сравнению с прошлым годом где-то на 7 центнеров. Поэтому это результат очень высокий. И я даже в прошлом году думал, ну все, уже достиг пределов. Когда этот год еще больше порадовал. Когда-то мы получали 35-40, 40 это было уже там на медаль, чуть не на героя Советского Союза тянуло. А сейчас, видите, 70-77, 70. Это потенциал не окончили. Я вижу, и у нас были некоторые чеки и 60, и 65, а некоторые 80, 90, 100. Поэтому я думаю, что со временем все равно будет урожайность подниматься. По отдельным чекам, говорит Иван Сирота, Приазовская смогла показать урожайность 109 центнеров с гектара. Забегая вперед, скажем, что ЗАО Приазовская, показав урожайность 77,6 центнеров с гектара, заняла первое место по урожайности в районе среди крупных предприятий. Но не только в хорошей погоде видит руководитель Приазовского успешную работу и хозяйство. Это все труд людей. Погода погодой, но это кропотливый труд людей, специалистов и всех остальных. Это само ничего не вырастет. На входе в праздничный зал всем победителям трудового соревнования был повязан обязательный атрибут этого дня – красные ленты. А торжество открыл яркий пролог, подготовленный артистами района. Рапорт о завершении года сделал заместитель главы района, начальник управления сельского хозяйства Евгений Письмак. Сельскохозяйственный год муниципального образования Славянский район закончен. Валовый сбор зерна в общем по району составил 501 тысяча тонн. Примите от агрария муниципального образования Славянский район этот каравай. Когда я держу в руках этот каравай, я испытываю такое чувство гордости, чувство восхищения вами, сидящими за вас и вами, сидящими здесь, за ваши трудовые коллективы, которые сделали этот урожай, за труд механизаторов, трактористов, особое слово благодарности, за труд полигода, лесогода, труд поворотов, труд науки, которая присутствует сегодня в нашем зале. Все делали этот прекрасный урожай. По итогам уборки 2018 года ресосеющими предприятиями Славянского района получено более 314 тысяч тонн белого зерна. Уборочная площадь составила более 43 тысяч гектаров. Урожайность по району – 72,4 центнера с гектара. Это третье место среди восьми ресосеющих районов Кубани. Отличный урожай зерновых колоссовых и зернобобовых культур получен в этом году. Славянский район занял третье место в крае в номинации «Лучшее муниципальное образование, достигшее наивысших показателей в производстве озимой пшеницы на 1 гектар посевной площади по западной природно-климатической зоне». Все это заслуга сотен людей, работников сельскохозяйственных предприятий нашего района. Среди крупных рисосеющих хозяйств наибольшей урожайности добились, как мы уже говорили, в закрытом акционерном обществе «Приазовская». Высокие результаты и у агрофирмы «Приволья», руководит которой Сергей Логошин. На 1 гектар здесь получено по 75,8 центнера зерна риса. Хорошие результаты и у зерновой компании «Новопетровская», руководит которой Луис Арач. Предприятие получило 74,6 центнера зерна риса с каждого гектара. Всегда есть стремление к чему-то большему. То есть, да, результаты хорошие, но будем стремиться еще что-то получить выше. До 120 центнеров с гектара на отдельных полях показали в Новопетровском традиционные сорта риса. Потенциал огромен, но чтобы его реализовать, необходим и грамотный коллектив. Работники Новопетровского в этом году отличились на краевом уровне. Двое комбайнеров стали лучшими на Кубани. И в целом, за долгие годы работы здесь сложилась хорошая команда. Ребята очень хорошие, трудолюбивые, поэтому и добиваются таких результатов. Ну, имея возможность, имея такие площади посевные, у них есть и возможность такая заработать. И получить такие, ну, скажем, достойные премии. Под громкие аплодисменты на сцену поднимались те, чьими руками был собран урожай 2018 года. Растениеводы и животноводы крупных, средних и небольших крестьянско-фермерских хозяйств. В рамках праздника почетное звание заслуженный работник сельского хозяйства Кубани торжественно вручили трактористу садгиганта Александру Фоменко и главе крестьянско-фермерского хозяйства Владиславу Щербакову. Ярким аккордом, поставившим точку сельскохозяйственного года, стала исполненная со сцены песня, многие годы считающаяся гимном аграриев «Хлеб всему голова», которую зал слушал стоя. «Хлеб всему голова», «Хлеб всему голова». «Хлеб всему голова». Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».